Это реально из микроволновки съёмка! Мы играли Нанечку, если вы не поняли, конечно. Вы арестованы! Что, подавился? Ну ничего, бывает. Вы раньше были такой, а теперь вы такой. Ребята, всем привет, всем здрасте! Это я, а это Даня, как вы понимаете, да. Мы сегодня вместе. На шоу «Измены» мы реагируем сегодня. Надеемся, вам понравится. Я выбрала восьмой выпуск третьего сезона. На нём было больше всего просмотров. А мы же хайпим. Да. Телеканал Ю, пожалуйста, не баньте это видео. Мне очень нравится ваше шоу. Пётр, самый лучший пусик в мире. Надеемся, что вам понравится это видео. Поэтому, если это так, то поставьте лайк, подпишитесь на канал и не забудьте написать комментарий, естественно. Давайте наберём, ну, 150 просмотров и 30 лайков под этим видео. И тогда я буду продолжать, там, либо одна, либо здание там уж как пойдёт, реагировать на это шоу. В общем, как вы понимаете, сегодня мы будем копаться в чужом грязном белье. Кто кому изменяет? Чего там произошло? Кто чего? Да, да. Выпуск называется... Почему «Моя свекровь сваха»? Я не пойму. Да, вот мы и узнаем. Выпуск называется «Моя свекровь сваха». В общем. А что такое сваха вообще? Которая сватает. Я знаю, что ты мне еще выпишешь, но там женщиной был. Кротивно. Я так хочу жить. Да, 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 ребята, если вам нет 16 или 18, то... Дометайтесь. Никому не скажешь. Ну, лайк поставьте обязательно. Даже любимые предают. Я очень боюсь пестаться от нас. И ты оказываешься на грани. Ты ведущая. Танюха, Ирина и Петя. Она, случайно, не из каких-нибудь пацанок, нет? Ну, нет. Она, короче, психологиня. Она прям такая всегда пафосная. Она пафосная. Она как будто под шофе все время и такая на пафосе. Как узнать правду? Петя, Петя, он выходит. Петя, Петя, прием. Я курица. Еще тут будет крутая мобильная группа, которая работает 24 на 7. Ее никто никогда не видел. Я хочу его раздавить и уничтожить. Все готово, можем начинать. Каня аренду достала уже. Еще фишка этой передачи, что в самом конце... Они в самом начале говорят, да он вам не изменяет, да все хорошо. В конце оказывается, что он изменяет, и она такая, я хочу им отомстить. И они придумывают месть и мстят. Чтобы вы понимали, все это шоу, тупо постанова сыграна актерами, иногда не очень профессиональными. А на каком это языке? Это татарский? Я пытаюсь понять, что это так с субтитрами. И раскрываем тайны. Да, я спрашиваю. Ты больше не одна. Господи, я такого еще не видела. Это какая-то новая заставка третьего сезона, она обнимает эту женщину. Ты больше не одна, в каком-то селе просто. Ты больше не одна, теперь я женюсь на тебе сама. Волосы покажет? Автосервис пишет. А вам куда-нибудь писала автосервис? Да за, трафупсик. Ставь лайк, если писала автосервис, именно так. И ставь лайк, если не писала, посмотрим, сколько нас. Почему большинство современных семей не горят желанием жить с родителями? Петр такой... Петя всегда едет в пространстве, он такой, ребята, я просто еду, пожалуйста. Я хочу следить за дорогой. О чем вы там постоянно? Мы с того, не с чего начали разговаривать вообще. Они вечно живут в этом огромном фургоне. И они следят, следят очень незаметно на огромном фургоне. Целыми днями. За одним и темным человеком. Незаметно. Как показывает практика, любовь между взрослыми детьми и их родителями гораздо сильнее на расстоянии. Вот она всегда как подшаркает. Какие шуточки. Как показывает практика, я пью каждый день. И ничего мне не мешает. Немножко коньяка в кофе, а детит на весь день. Чему ты вообще эту тему подняла? Да к тому, что Надя, с которой мы... Типа Петя такой, ты чего сейчас женщина, мы едем. Сейчас мы будем останавливать вот только так, каждые пять минут. Если вы что-то поймете из этого выпуска, между нашими комментариями, то вы просто гений. Встречаемся, предупредила, что придет навстречу, внимание, со своей свекровью. Интересный у нас разговор намещается. Он реально большой. Интересный у нас разговор. А какой театральный она закончила? Я не знаю, они тут все заканчивали гениально. Театральный, кроме Пети. Петя красавчик в любом случае. Здравствуйте, я Ирина. И это Тена. Добрый день, я Надя. А это мама Артема, Наталья Борисовна. Очень приятно. Здравствуйте, девочки. Если пришла девушка, значит, они подозревают в измене мужа. И она пришла с его матерью, то есть мать не отрицает того, что ее сын, типа, изменяет ей, и она с ней пришла. А потом выяснится, что он изменяет с матерью в конце. Вот это вообще... Я полностью на стороне Наденьки. Я в курсе всех их проблем. Я всегда хотела дочь. Я их сама делаю. Я бы Наденьку удочерила, а этого сына оказала просто... Выселила бы забор. Дала бы за границу на Орлены. Мы с мужем знакомы с детством. Мы с ним учились в одном классе. И так получилось, что до восьмого класса я его только вообще не замечала. Получилось что? Петя такой, зачем мне дали микрофон вообще? Что я должен здесь услышать? Скажи, я просто водитель. Петя, я хочу по делам съездить. Нет, он IT-специалист. Не надо, он сейчас будет камеры везде ставить, его мобильная группа, это его ребята, пацаны. Суть в том, что я со своим мужем знакома с детства. Я вот как бы в детстве угрожала ему, что сожру его, если он не будет со мной. Так вот мы и вместе до сих пор. Потом как-то все закрутилось, завертелось. И вот уже больше 15 лет вместе. Причем Ирина такая улыбается. Я же приехала на проблемы со сменой, надо улыбаться, да? Да. Он вам изменяет, да? Ой, как печально. Да, ну и не расстраивайтесь, все хорошо, да. У вас теперь чужая мама есть. А живете вы в квартире Артема, правильно? Ой, вы знаете, у Наденьки же родители и младший брат погибли, когда еще в школе она училась. Да вы что? Да вы что? Мое почтение. Именно так регер, блин. Ситуация печальная на то, как это все сыграно. Да вы что? Там баллон с газом взорвался. Страшная трагедия. А погоди, хватит его бац заставить. Мне всегда очень нравилось. Да вы что? А после этой истории как родная стала. Потому что я этот баллон с газом и подорвался. Я говорю, он осеятельских проблем. Наденька, всегда мне очень нравилось. Она идеальная пара для моего Темы. Я прям всегда, когда вот вижу такие реалити-шоу, вижу вот как это происходит со стороны, когда на тебя огромная камера такая смотрит и такая... Как на нас прямо сейчас. Ну, не такая ваша, а ты почти незаметная. Черная маленькая камера. Ты и что? У меня где-то здесь мобильная группа и скрытая камера. Ты аккуратно. А, все зряненький горит, да? Где Петр Атишник? Где-то там на лампочке. Петр? Петя. А там, кстати, трясется. А вот это Петя и трясется. А вот это поаккуратней с Петей. Внуком занимаюсь. Опять при деле. У нас один ребенок 4 года. Самое прикольное, что они приходят, ну, типа, это же шоу «Измены». Они приходят и начинают рассказывать, ой, мы так счастливы, у нас один ребенок. Ма и ма, и ма, и ма, и ма, и ма. Мы дом купили большой. Да, родители, ну, сгорели, сгорели, господи, я бы, их-то с ними, да? Мы рады, счастливы. Подонок изменений. Но, знаете, я, да, подразумеваю его в измене. Они такие просто, погодите, погодите, это все замечательно, что у вас все хорошо, но, может, вы расскажете, что случилось, почему мы здесь так. Не думайте, я бабушка строгая. По вам видно, что вы женщина голевая. Когда ты в одном лице и мама, и папа. Как всегда, можно заметить массовку людей, ну, типа, которые за кадром снимаются, да? Типа, на соседних столиках сидят. Если вы заметили, там тоже пытаются что-то играть, чтобы обратить, как на себя. Да, я не заметила. Там девушка такая, типа, о, как интересно рассказываешь. Поставлю-ка я себе локоть и буду слушать его. Они заблюрены, но там тоже может быть интересный сюжет. Надя, скажите, пожалуйста, а чем вы с мужем занимаетесь? Муж у меня работает в ивент-агентстве, а я до декрета работала в стоматологической клинике администратором. После того, как родила, решила на работу больше не выходить. Сейчас дома пеку торт. Знаете, я с детства очень люблю готовить. Она готовится и ест. До клиентов торта не доходит, простите, простите. Я очень долго не могла забеременеть. А после родов, вот, к сожалению, начались проблемы со здоровьем. Я сильно поправилась. И сейчас сижу на гормонах. Ну, ладно, ладно. Если на гормонах гормональные, если она просто не, типа, много ест, и она от этого такая, с гормонами связана, тогда оправданно все. Скажите, а почему вы все-таки к нам обратились? Я прям уверена, что у него кто-то появился. Он как-то очень охладел ко мне. Вообще ко всем нам. Если раньше... Охладел, говорит? Петя... Может, потому что я с твоим мужем... Петя со всеми может быть. Знаете, с Ванечкой занимался, играл. А сейчас ко всем стал равнодушен. Даже на меня голос повышает. Даже на меня внимание не обращает. Она-то не заходит по вечерам, ну что такое. Стал приходить поздно домой. В свой адрес я слышал постоянные упреки. Он даже на Ваню может рявкнуть, понимаете? Сидит часами... И собака замолчила. Может, у него какие-то проблемы на работе? Он просто не рассказывал. Ты про линдерский. Нет, нет. Может, это не дам. Адрел просто капец. История, выходящая за рамки вообще. Про свекровь не хотела спрашивать? Скажите. На какого черта вы пришли со свекровью? Я, конечно, при ней спрашивать не хотела, но какой фиг вы ее притащили? Зачем вы ее принесли? Да. Вы знаете, никак. Мне после всех моих болячек совсем желание сошло на нет. А Артем в последнее время вообще меня не замечает в постели, даже не дотронется. Странно, что он не замечает его в постели. Но она такая довольно заметная. Наверное, она не чувствует, потому что она набрала, типа, и не чувствует. Может быть, он там, ого-го, как пристает, пытается добраться, но не получается, понимаете? Это перебор на баланс. А может быть, дело в том, что вы все-таки живете с мамой в одной квартире? И то, что она спит с вами третьей, может быть, все-таки вы не думаете? Слушайте, погодите, они живут вместе с мамой? Ну да. Вот он, Артем. Симпатичный молодой человек. Они так говорят про всех. Хоть бы раз сказали, фу, что за урод, за кого вы вышли за ночь, господи, еще за чмо. Я уговорила Наденьку к вам обратиться. Я же не могу же... Она сама уговорила ее обратиться с просьбой того, что, типа, ее же сын ей изменяет. Что за... Что не так с матерью? Мне кажется, у нее проблемы с башкой, беды. Пресечь это сейчас в корне, пока он дров не наломал. Пресечь. А я уверена. Он уже дровосек. Он там уже такое дупло... Ну ладно. Все, можно простить? Я не могу этого обещать. Знаешь что, это мы потом будем разбираться. Главное, семья. У вас ребенок. В целом нам все понятно. Мы вам... Я постараюсь держать свой смех, я актриса в целом, все понятно, да. Мне грустно, вы не смотрите у меня просто этот... Такая значительная реакция, я улыбаюсь, когда мне грустно. И для этого нам нужно установить камеры видеонаблюдения в вашей квартире. Ой, спасибо вам большое, камера, да, пожалуйста. Спасибо вам большое, да, устанавливайте. А им просто нужно было камеру установить по ходу, было это... Они такие, блин, мы не накопили на эту... Няня для ребенка, которая что-то там следит. Может вы хотя бы камеры поставите, так посмотрим, что там ребенок ноет, не ноет вообще. Только дайте нам, пожалуйста, пару часов немножко прибраться, но вы все-таки телевиднее. Ну конечно, приберете. Сейчас мама такая... Что-нибудь уберет свое... Своё нижнее белье из-за комнаты убирает. И там, извещай сына и так далее. Такая она актриса... Ой, убраться нам. Актриса от слова «октриса». Я в своем актерском так и играла. Неоднозначная ситуация. Мне этого Артема даже как-то жалко. С одной стороны мать, с другой стороны жена. Она реально выгибшая. Да, она всегда как будто такая. Здравствуйте. Девочки, я вам хотела кое-что сказать без Наде. Так. Так, я считаю, что хорошему отцу и мужу можно многое простить. Сталь Борисовна, здесь мы бессильны. Это Надя будет принимать решение. С другой стороны, Наде очень повезло, что вот так... Она такая, я уговорила ее прийти к вам на шоу. Блин, ну я думаю, что она может и вскрыться после того, как узнает. Либо вскрыть моего сына, либо ребенка. Вы можете это как-то уладить? Ну простите, это уже не наша задача. Типа, мне в принципе ни тот, ни другой нравится сынка. Оставьте, а типа сына хотела. Ну вот это вот. Ну, внука, внука. Внука, внука. Внука оставьте, главное, мне. А этих можете убрать куда-нибудь. Наталья Борисовна, мы прекрасно вас понимаем. Ну вы, пожалуйста, пока не волнуйтесь. Такие прогнозы еще рано делать. Вы постарайтесь ей внушить, что хорошие мужья на дороге-то не валяются. Мне кажется, в этой матери какая-то биполярочка. Она сначала гонит на своего сына, а потом такая, вы убедите ее, что хорошие мужья на дороге-то не валяются. Ну изменил с матерью. Ну и что, ну бывает, ну. Ну уж снято, конечно. Вот и ее подъезд. Надя прислала смс, можем подниматься. Так радостно. Сейчас покопаемся в чужих вещах, камеры везде расставим. Наблюдать за ними будем. Ура, ура, ура. Знакомьтесь, это Петр, он наш технический специалист. Ну а Милашка так улыбается, и она такая, знаете что, а муж, что мне больше не нужен, Петя, заходи. В принципе, Петр, если ты не против. Петр, да. А Петр будет не против. Сига, да? Я люблю все контролировать. Скажите, пожалуйста, где мы можем вещи посмотреть? Ты видел ее глаза помощи сейчас? Я люблю все контролировать. Помогите, пожалуйста, уберите этому. Господи, она нас так десет, она реально любит все контролировать. Help, help. Попрошу ваши курсы с внуком не ставить, пожалуйста. А эта комната где? Вот. Так они прям там и будут. А, ну да, они именно комнату ребенка-то и выберут такие. Самое неприметное место. Мама байтит специально. Ну тогда мы не будем вам мешать, хорошо, мы пойдем на кухню с тобой дворечную. Куда ты в микроволновку камеру поставил? Петя, ты перебачиваешь? Амрегиняна там типа большая, ну типа примерно такого размера. Так, а они так идеально снимают там Super HD 4K камеры, скрытые так не снимают. Мне кажется, все всегда и угорают, когда смотрят это шоу над тем, что он там реально камеры же ставит. Камера, ничего, нормально. А, все нормально. Да, эта камера, по-моему, всегда была. Смотрите, какая камера хорошая, большая. Там такая плазма стоит. Пара просто создана друг для друга. Согласна. Наденька ведь была самой лучшей ученицей. В цветок куда-то запихнул. И готовит, и шьет. А какие фотографии она делает замечательные. Хозяйка просто вот. Беру, верните два. Две. Две. Да она одна, как две. Мы ничего подозрительного не нашли. Ну, хорошо. Она белые перчаточки надела, типа пыль? Это ревизор. Так, погоди, стой. Ирина, Ирина. Неодобрена. Ого. Надь, да вы серьезно взялись за торты? Это моя сейчас единственная, так сказать, отдушина. Правда, похудеть мне это не помогает. Мы можем поговорить с вами об этом отдельно, вне камеры. Хорошо. Я водочку сейчас еще достану. Мы поговорим, только так соленые огурцы захватим. Водочку лью, водочку пью. Если у меня вопрос по поводу автомобиля. Артем водит машину? Да, да. Можно автомобиль угнать? Я их перепродаю потом. А вторые ключи, может быть, есть? Вы знаете, где они лежат? Нет. Может быть, получится у вас открыть, она в машину вынесет. Такая достает какую-нибудь кувалду, короче. Лом достает, сейчас вскроем. Не переживайте, все хорошо. Он даже не заметит. Он не заметил вот этот вот иллюминатор в виде камеры, не заметит и то, что мы сделали с его машиной. Все хорошо. Ну, я смогу. Я сделаю. Это сейчас было. Это из микроволновки съемка. Ну, я смогу. Это реально из микроволновки съемка. Да, это им очень поможет расследовать. Микроволновка, она же не всегда открытая, она почти всегда закрытая. Что они тут снимают? Что они тут увидят? Ну, она сейчас закрытая, типа, мне кажется. Ну, она закрыта. И тут вроде бы нормально видно. Ну, потому что там супер HD камера стоит огромная. На себе микроволновку даже тарелку некуда ссунуть. Да, да. Не могли на микроволновку поставить? А, погоди, там же есть это колесико, да? И когда, короче, включают, греть камера такая. 360 обзора. И они такие, о, а вот здесь ведь у них краска отколыпалась немножко на микроволновке. Вот, что мы нашли по итогу, типа, вот статистика. Вам бы заменить микроволновку. Вам бы ремонт вообще сделать. Мне единственная к вам просьба. Я понимаю, что не каждый день ставят камеры дома. Ведите себя. Ну, постарайтесь не замечать вот этого оператора, которого я повесила прямо в углу с камеры. Ну, как бы не обращайте внимания. Как Исус на распятии. Там Володя такой. Да, да, мы поставимся. Надеюсь, в следующий раз мы зайдем, когда тортик будет готов. Ох, девчонки. Еще чего жили сырое тесто. То есть они пошли, типа, под предлогом мы подготовимся, но в результате она не сделала торт, который... Она просто поставила, типа, я этим занимаюсь. Она, да, 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 чтобы просто все видели. Но результат лучше не видеть. Не всем нравится. Да, это пока не очень хорошо. Они камеру специально стрясут, чтобы Танечку не было не заподозрить, что она шатает. Ирочка, Ирочка, можно на тебя попросить? Ира, Ира, у тебя за спиной есть рука. В руку ставь рюмку. Я, типа, наклонюсь, только и выгодно и тык. Наталья Борисовна, конечно, принимает очень активное участие в жизни сына и невестки. Я бы даже сказала слишком. Две хозяйки в одном доме, это испытание для всех. Я предлагаю никуда не ехать. Вот показали сейчас огромный их черный фургон. Представь, вот такой вот фургон целый день, несколько суток за тобой ездит. И ты не замечаешь его. Ты в чем происходит, лох? Может, в полицию пообратиться? Это мне кажется, следят. Так, а это не Артем подъехал? Сейчас они его, короче, встретят. Ну, типа, ты говно. Пари ему сейчас, с битыми. Привет. Привет, хоть бы позвонил. А ты бы хоть убралась хоть раз, что-то все на столе разбросано, еда мне не готова. Ты что делаешь дома, женщина? Я уже ужин разогрела. Божественная съемка из микроволновки просто. Где ты разогрела, у тебя камера в микроволновке, где ты грела, скажи мне. Жженая пластмасса. Ой, да давай, привет. Я сама сейчас все сделаю, Надь. А? Я сама все сделаю, мой руки. Сама пить будешь? Будешь чай? Да, да. Какая дотошная мамаша. Она все, ну, она им прям мешает во всем. Они всегда так ведут себя, типа. Мне кажется, это невозможно жить, типа, когда-то в отношениях жить с мамой, это, типа, надо свое пространство. Ну, многие живут, но, да, это, мне кажется, да, невозможно. Это вообще не вариант. Хорошо. Ладно, я с Ванькой пока поиграю. Да сядь, посиди, ты устал на работе, господи. Ванька там все равно рисует. Конечно, кудахчут они над ним. Как над маленьким ребёнком? Кудахчут? Петя, выбирай выражения. В смысле, ты их назвал курицами? Петя, а слово петух, значит, курочки. Он, поступок, это у него в природе. Надь, вот это как-то можно сразу убирать? Ну, сейчас уберу. А сразу нельзя убирать? Мне места, что уже не будет, и сесть негде. Я его прекрасно понимаю. Пришёл человек домой, даже сесть негде. Ну, вообще, на самом деле, они нифига не убрались. И сыну еда до сих пор не готова. Это вот это вот, папа. В микроволновке камеру погрели, такие, ну, класс, спасибо. Папа, я не обожаю табуманный самолёт. Ванюш, сейчас по работе быстро допишу. Ну, это называется, провёл время с сынишкой. Ну, типа, погоди, это всего один раз ты так заподозрили. Ну, бывает. Да, господи, люди живут по-разному. Они так говорят, о, он отвратительный отец. Сын попросил самолётик сделать. Тебе что, так сложно, скотина, встань с дивана, сделай самолётик. Ну, как бы и да, и нет. Ну, один раз пока было, один раз не... Ну, там реально написали, что-то очень важное, надо ответить, потом он сделает самолётик. Даже если любовница, что-то важное надо сделать. Самолётик? Ты на чьей сейчас сторонник? Ракета. Его или на них, я не понимаю? Ну, сейчас посмотрим, типа, оценим. Ну, ладно, ты не делаешь поспешных слов. Ну, в каком-то смысле тоже, Татьяна и Ира, ты кем будешь? Ты такая, которая под шофе? Ты Петя? Да нет, нам двое. Ну, ладно, я буду под шофе, давай. Нет, ты будешь под шофе. Тогда все займут Петю. Я буду под шофе? Хорошо. Я тогда Ира, ты Татьяна. Наталья Борисовна прислала СМС, сейчас она вынесет ключи. Надя, к Марине на полчасика. Хорошо. Я ключи не взяла, дверь не закрывается. Ару специально, чтобы этот услышал. Да, да. Вот ключи, только я не знаю, как там все открывается. Наталья Борисовна, у нас с каком разговор есть? Я слушаю. Наталья Борисовна, съезжайте. Ты, может, съедешь уже? Мы всех достали. Вот мы на вас пять минут посмотрели. Я об этом не думала. Найди себе мужика сама и развлекайся. И нам кажется, что вы уж очень сильно печетесь о сыне, но все-таки у него есть жена. Ну я же слушаюсь, как лучше. Вы ему просто вздохнуть не даете. Наталья Борисовна. После этого уже можно было ее втащить. И увезти на этот черный фургоник куда-нибудь в лес. Все, ребята, этот выпуск в эфир не выходит. Мы устраняем мать. Дайте человеку свободу выбора. Свободы. Вот он накуролесил, и мы тут с вами сидим в результате, вынуждены в камеры наблюдать. Я мать, я лучше знаю. Как он накуролесил, потому что ты ему жизни не даешь. Он такой, ну хоть вот-вот из дома уеду к другой. Вот там матери не будет. Смотрите, Надя с Артемомей же не общаются. На каком интиме тут может идти и речь, когда они двух слов друг другу за вечер не сказали. А то он должен прямо с порога, Наденька, боже мой, любовь всей моей жизни. Мне что-то подсказывает, что ничего интересного мы сегодня не увидим. Может, по домам? Может, Ирочка, достанешь водочки, и мы всеми втроем посидим. У нас явно веселее посидевочки. Может, по домам? И Саня такая. А, Таня, блин, я их путаю, кто из них. А я не путаю, потому что это Татьяна. Таня, хорошая. Абузон, абузон. Рано, у него рабочий день начинается. Мне кажется, он просто нашел повод сбежать из дома. В любом случае, нам нужно как-то повесить камеры в этом офисе. А у меня есть одна идея. Мы возьмем нашего оператора в оболочку, он сам залезет куда угодно, подвесится, только так, везде. Он профессионал. А нам нужен Артем Логинов. Он в соседнем кабинете. Давайте, на вас провожу? Да, спасибо. Здравствуйте, Артем? Артем, да. Я Ирина. Да, я Петр. Очень приятно. Здравствуйте. Сейчас, кстати, программу завернут, потому что Ирина с Артемом там... Устроили. Устроили. Интересный вечер. Упс. Там очень важно лично было с вами переговорить, потому что планируется комбардивный мероприятие. А можно пониже? Смотрите, где-то 300-350 человек. Петр, вы знаете, мне кажется, угол обзора не стопроцентный. Может быть, можно что-то сделать? Может, пониже? Да, да, да. Да, мне хотел пониже. Сейчас отпустим, все хорошо. Да хорошо. В Подмосковье есть много хороших вариантов как раз по вашим. Петя беспалевно поставил. Ну, мужик даже, смотри, такой, мужик поставил камеру на полку. У меня на полке появился еще один мужик с камерой. Все нормально. Как зовут-то хоть? По вечерам пьешь? Мы с вами обсудим, вы ознакомитесь с информацией, мы с вами созвонимся и договоримся. Смотри, у него на столе стоит вот этот календарик. Я так понимаю, вторая камера, это запись из календарика. Когда Петя уже туда-то камеру успел поставить? Ох уж Петр, шаловливые ручки. Он, возможно, уже и в него камеру поставил каким-то образом, прямо внутрь. Интересно, в какой проход. Все отлично получилось. Пока тут пыла, все отлично получилось. А мне зашир показали. Не обращайте внимания. Все хорошо. Что ты ему понравился? Мне кажется, нормальному мужчине всегда Ира нравится, поэтому в этом нет. Ну, я-то не нормальный мужчина, так что мне Ира не нравится. Мне понравился Артем. Артем хороший парень. Артем, документы собрал? А здесь будет намек на твое любимое слово, которое ты составляешь в каждый выпуск? Страничок. Артем, мать и его жена. С самого начала был намек. А, это, видимо, его начальник, и у них намечается какая-то встреча. Блоденочка к тебе заходила, симпатичная, кто? Логические выводы делает. А, с парнем, который? Это клиенты приходили, там хотят выездную презентацию сделать на 350 человек. Возможно, они изменяют начальникам. Вот это поворот. Ты про юбилей-то не забыл? 10 лет как-никак. Надо быть, что ты организовал, а? Не забыл. Пригласи ту девчулю, которая приходила сегодня. Надо организовать на юбилей. Ну, там танцы, шманцы, обниманцы, все дела. Сделаем торт. На нем фотографии самых крутых наших проектов. Он будет. Ну, Надька сделает, если что. Бабла сэкономим. Артем, мы в работе. Довольно экономный. Ну, видимо, на юбилей своей компании особо не заработаешь. Ну, с другой стороны, печется, а выручки. Они сейчас придрались к тому, что он предложил, что его жена сделает торт, а не обратиться куда-то там в другое место. Выходит, что этот Юра начальник агентства, и они с Артемом одноклассники. И Надя тоже. Работать с друзьями, по-моему, это прекрасно. А из меня с друзьями, ищем прекраснее. Пить водку с друзьями, давай не прекратить. Артем с начальником, все хорошо. У Володи все заснимет. Мне, например, с вами? Ну, очень интересно. Может, с обедом? Мне, например, с вами после третьей рюмки вообще зашибись. Да, Мароша? Ну, Мароша. И водка такая есть. Да, я знаю. Я просто читала на дно. Вы такие руки, когда протягиваем, застанут, чокают, все такие. Нормально. Трёмся, посидим, как старые добрые. Я, ты, Надька. Я не знаю. Короче, у Надьки поздорове. Вот тебе еще один номер на треничек. Ну, типа, да, типа, двойная эти. Я, ты, Надька. Ну, типа, пока он вроде рекомендует тебя, как, ну, типа, нормально. Я, Надьку приглашу своего, типа, в твоем посидим, типа, все окей. Пока мужик вне подозрений. Пока все подозрения только к матери. Она очень странная женщина. Да не знаю, что-то она не очень себя чувствует. Тут Артем соврал. Надя ничего не говорила о том, что ей не здоровится настолько, что она не может... А, это начальник предложил, посидим. Ты, я, Надька. А. И Артем такой, не-не-не, сливаем Надьку. Сема, вот куда ты себя сразу загнал? Мы тут за тебя топим, а ты... А что, если он стыдится ее внешности? Ну, хотя... Так, и говори, а что, если он стыдится? Ну, что вот она как два человека в одном, а? Да, ну, такая уж она и полная. Не думаю, что делала. А, ну, такая уж она и полная. Она, в принципе, озвучила свои догадки. А давай на су-е-фа. Ну, давай. Су-е-фа на тебе. Проиграл, сейчас один ноги пальцем. Мы играли Надьку, если вы не поняли, я не знаю. Бизнес-встреча в парке оригинальная. Вот это мы сейчас и узнаем. Петр, выдай мне оборудование, я люблю гулять. Запись у тебя. Он ей бутылку выдает, вот твое оборудование, давай. В парке алкашей полным-полно, ты идеально впишешься. Здравствуйте. Здравствуйте. Алина, Юра, мой начальник. Очень приятно. Ивент-менеджер парка, пойдемте, я вам все покажу. Ох, вот и работа, а. Столько девушек вовы. Я не поняла, Петя. Я не поняла, Петя. В смысле, я тебе не нравилась девушка? Ты с девушками работаешь. Ты что такое вообще, да. А у тебя что-то не так? Все в порядке. А, да, она предъявила его. Давайте вначале парку по нашему агентству. Ну, давай все в порядке. Мы занимаемся организацией мероприятий под ключ на рынке больше 10 лет. Делаем классные фотки как раз для вашего сайта, и люди будут фотографировать. Такая, ребят, 20 рублей найдется, на водочку немножко не хватает. Может, дадите? 20 рублей, ну, пожалуйста. И камеру ставят куда-нибудь на голову в этот момент. Мастерские здесь разместил и здесь. Как раз здесь фото. Вообще неподвижительно. Тут больше никого нет. Закрытая зона вроде как. И она такая, типа, вокруг ходит. И какая-то эта, ходит вокруг. Смотри, какая бизнес. Ну, прямо около, это же она снимает это. Татьяна. Она такая, сейчас прям подойдет, такая уткнется, такая, начнет тереться. Ой, извините, я ничего не вижу просто. Индивидуальная презентация. Судя по всему, этот Юра ни одной юбки не пропускает. Я думал, ты глубоко женатый человек. А Юлька как? Что, Юлька? Это кому-нибудь мешало когда-нибудь. Да и что, ты хочешь сказать Надюхе, не изменяйся? Может, и не изменяю. Ну, хочешь говори, хочешь не говори. Может, и не изменяю. Ну, только с тобой, Юрка. Ну, это же не считается, да? Только давай, не затягивай, к концу недели. Она за ними идет. И они такие, ничего не видим, ничего не подозреваем. Короче, она, а рядом, короче, по правой стороне черный фургон едет. Они такие, все нормально. Тань, ну расскажи, как тебе эти коллеги-одноклассники? Поведение Юры я даже обсуждать не хочу. На его фоне Артем выглядит куда порядочнее. Хотел проситься сегодня у тебя там, надо Надю в больницу отвезти. Да, конечно, Тёмни, проблема. Он даже ее в больницу везет. Надя умирает? Надя дома торты печет. А я хочу тоже попечь. Да, 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 попекаться немножко. Что случилось, серьезно? Да нет, по-женски. Значит так, давай тогда презентацию не затягивай. Клиенты новые нужны. Интересно, правда Артему надо куда-то Надю отвезти? Вот он такой предосторожный. И зная, что они вроде все одноклассники. Может быть, Юра общается с Надей, переписывается. И сейчас Юра такой напишет, типа выздоравливай. И Надя такая, что? То, что у меня лишний вес, это не значит, что я больна. Печется о ее здоровье. Возможно, это был просто поводом сейчас работать. Печется о ее здоровье. Но она же пекарь. Юру довез до офиса, а сам поехал в детский магазин. В больницу в другом конце города. Смотрите, вон девушка вышла из магазина. Ну все с ним ясно. Ну все с ним ясно, он общается с другими девушками, представляете? Ну все с ним понятно, а. Пушку какую-то. Вы арестованы. Говорите только в пушку. Вообще не палятся. Привет, Оль. За те две недели, которые вы сделали нам эту акцию прекрасную, столько клиентов. Генеральный. А клиенты так, ну типа встречают? Я ни одного клиента еще, типа так нет, чтобы. У тебя были благодарные клиенты? Чтобы знаешь, встретиться с кем-нибудь там. Здравствуйте. Очень доволен. Да ладно. Серьезно. А мне вот интересно, он со всеми клиентами при встрече целуется? Получается, соврал Юрия. Я Таня. Ты отыгрываешь Таню прямо идеально. Я тебе больше скажу. Мы собираемся сделать эти акции регулярными. Все понятно. Это Ольга тоже. Да, мне нравится ваша идея сделать наши акции регулярными. Если вы на постоянной основе собираетесь сделать, мы можем сделать договорчик на мою ИПшку. По цене вам будет гораздо дешевле. Вот это он жучар. Индивидуальный договорчик сделаем на постоянные акции. Обновляйте. Ты слышала типа на его ИПшку? То есть он еще и Юрия обманывает? Да. С своего начальника. Ах, он урок. Это он жучара. Ты что, говоришь, погоди, дай я отойти. Погоди, стой. Я после третьей еще отхожу к бутылке. Его начальника и друга. Очень порядок. Блин, ну просто огромный черный фургон и из него пушка такая. У него раньше еще было ружье такое, он прям ружьем у него. Нам, на самом деле, не важно, с кем мы будем заключать договор. Существенная экономия, это весомый аргумент. Кое-какие вариантики уже набросал. Ушко так хорошо улавливает звук, чувствуешь, чистейший, без всяких шумов. Улавливать только их разговор главное. Остальных никого не было, только их. О, нет документов. Да что, ты отбросил свои документы, давай сразу приступим. Да-да-да, Володя, который сидит здесь. И Володя такая, погоди, а можно меня как-то в другом ракурсе поставить? Я не хочу видеть тебя. Так подробно. Артем. Слушай, а раз уж у нас такая неофициальная беседа завязалась, может быть, где-то после работы встретимся, выпьем кофе в кафе? Ну, в принципе, можно встретиться после работы. Моя жена испечет нам торт. Можно встретиться даже у меня дома и, в принципе, обо всем договориться. В принципе, кофе, торт не нужны. Просто сам приходи, можешь даже сразу без одежды. Я угощу тебя домашним пирогом. Могу. Ой, так у тебя тоже пироги есть? Моя жена тоже, кстати, пироги печет. Может, нам это... Американский пирог покажу тебе. Я реально буду с удовольствием. У меня такая запара сейчас. Нужно тебе все сейчас подготовить, там, коль на пару дней работаю. Мне еще пару проектов. Ладно, я поняла. Я рада, что он... Все вы такие мужики. Пару проектов у вас. Ну, ладно, понятно. Я, значит, не первый проект. Но, похоже, Надю, он не изменяет. Мне кажется, он выбрал такой скользкий путь подмять чужих клиентов под себя. Вот так флиртует, располагает к себе. Скользкий, как масло, на котором его жена печет торты. Ну, так нормально. Он под заработок это самое действует. Можно было, кстати, жене и маме объяснить, что, типа, ну, Юрку-то я обманываю, но это для нашего блага. Может, типа, он не говорит, что он женат, потому что, ну, типа, клиентки отвалятся сразу. Ну, конечно. Не буду заинтересован. Типа, все логично. Простите, я говорю, что моя жена умерла, а я вдовец. Мотается целый день по встречам, еще и план не выполнен. Может, кстати, из-за этого он дома отдохнуть не может. Отдохнешь. На кого ты, ну, вот, показали девушку, которая у него в офисе там есть, вот эта, с которой он встречается. На кого ты сейчас больше предполагаешь, с кем он изменяет? Я думаю, что не вот с этой, с которой он встречается, а та, которая в офисе. Чаще всего в этих передачах оказывается, что вот прямо из ближнего круга кто-то. Ну, значит, мать. Либо мать. Как интересно, что это он трубку не взял? Не хочет, чтобы узнали, что рядом Ольга находится? Человек не берет трубки, потому что он сейчас, типа, на встрече. Блин, они докапываются вот просто до всего. Похоже, это Артем Юлит только в рабочих вопросах. Просто не знает другого пути для... Ты видела ее лицо сейчас? Нет, она вырубается. Я должен отсыпаться домой, поеду. У меня такое отходняк. Голова, когда по бадюзму, тогда ее знает. Ну, что будем делать? Надо заземлиться. Ира, ты что-то кружишься? Заземлиться, собачка. Ира, остановись. За стену, за пол. Мне кажется, что нам надо позвонить Наде и поговорить об их отношениях. Если кровь на... Что ты говоришь? Ее так просто подошли по щекам, похлопают. Очнись ты, снимаем, ну. Алло, Надежда, здравствуйте. Это Татьяна, Ирина. Здравствуйте. А может, уже только что с какой-то женщиной терся в машине? Но мы скажем вам об этом завтра. Вы спите пока ночь с этими мыслями. Давайте завтра поговорим. Мы кое-что узнали. Они всегда так делают. Они звонят на ночь, глядя, говорят, мы кое-что выяснили. Но скажем вам завтра об этом. Мы хотели с вами обсудить такую вещь. Постарайтесь, пожалуйста, быть поласковее с мужем. Вы очень хорошая хозяйка, но этого мало, понимаете? Ему же нужен не только горячий ужин. Предложите ему сделать массаж, например. Присоединить к вам еще кого-нибудь. Например, мать. Ну или если они с матерью чем-то занимаются. Ну вы же тоже должны участвовать. Ну будьте немного активнее. Я попробую. Спасибо вам большое. А лучший спонсор вот этого душевного общения в удочке. Будем надеяться, что Надя услышала наш совет и последует ему. Ой, ну сейчас посмотрим на Надю обольстительницу. Скажите, почему вы не звоните и не рассказываете, что там происходит? Вы уже выяснили, кто-то один... Мать, пришпорь коня. Мы расскажем все жене. Ты тут при чем? Понятно, конечно, что она вся на нервах. Напиши, что все в порядке и повода переживать нет. Может быть, она хоть чуть-чуть успокоится. Давайте нанесем ее вообще в ЧС. Господи, так бесит меня эта женщина. Она звонит. В последнее время столько заказов много. Она сейчас на айсберг похожа. Айсберг в океане. Смотрите, как Надя сегодня выглядит. Надела красивое платье. Петь, вот скажи, мужчины же замечают, когда девушки стараются лучше выглядеть, наряжаются для них. Я замечаю. Я замечаю, когда мой мужчина для меня одевается, но что... Или когда не одевается, тоже замечаю. А все остальное, вот это вот, конечно, не волнует. Надь, а вот ты нормально на кухне помещаешься? А здесь? Вот это акшука. Это он намекает на то, что ей пора похуй. Слушай, Надя, ты вообще нормально? На кухне помещаешься. Ты еще в квартире-то в этой помещаешься? Тебе все нормально? Стой, мы коробочками. Артем даже не заметил никаких изменений. Он до последнего тянул, чтобы смотреть на коробочку. Ну, мы хотя бы комплимент ей сделать. Такое ощущение, что он вообще ей не совмещает. Слушай, а может быть, нужно цены нам повышать? Лучше меньше, но дороже, правда? Ну, Надя тоже могла бы поговорить о чем-нибудь другом. Логически подумать, когда ты начинаешь разговаривать на одну тему, человеку не понравилось, он начал что-то язвить, и она такая, ладно, продолжим опять. Но он говорил про место, а она такая, ну, поговорим про цены, может быть, эта тема ему больше понравится. Сейчас я быстренько все сделаю, как ты любишь. Надя, давай так, отъедей, помой Ванечке, помой голову. Это уже грязный завтра в садик. Ванечке, помой голову, ты там посмотрела, и же вошки завели. Сиди помой, пожалуйста, ага. А я сейчас в микроволновке вместе с камерой разогрей ему ужин. Надя просто беспрекословно слушает свою свекровь. Вообще не отстаивает свою точку зрения. Не могла ее с балкона, что ли, выкинуть уже давно, а? Могла сказать, я сама накормлю своего мужа. И все. Кетчуп у нас есть. Кетчуп. А еще есть. Мне кажется, у всех мамы такие, типа, вот у меня есть, и все, и понеслась, короче. Вот еще что-то есть, и еще что-то есть, да. Я только вчера приехал, и вот только вчера понеслась, короче, по всем продуктам, что есть дома. Типа, я понимаю, дофига всего. У меня в моем холодильнике только вот морозильник с курицей и макарон, и все. Я понимаю. А время ночи. А еще у меня есть остренькая спецея, и это ее сынок. Дай нормально поесть, дай мне кетчуп, и я нормально поем посижу. Жиза. Я сам. Мне кажется, Артему дома вообще сложно расслабиться. С одной стороны, мать душит заботой, с другой стороны, жена. Это же-то как-то его ИП очень плохо работает, уже я бы давно накопила на отдельную хату и для матери. Мам, ну не столь нам душу, а. Ну в самом деле. Ну я же с тобой посидеть хочу, я же тебя целыми днями не вижу. Так бери тарелку и тоже начинай есть, а то вот когда ты ешь, кто-то садится и такой, ешь, да? Смотри, смотри. Ну я уже поела, между прочим. Нет, а я вообще-то с утра не ела. Я готовила для тебя целый день. Ты кушай, кушай. Кушай, кушай. Тебя не смущаю, когда ты уже поддаешься. Как день прошел? Давай рассказывай, что у тебя там. Ну да, ну да. Давай. Что, подавился? Ну ничего, бывает. Она просто не умеет по-другому и не понимает, что мальчик уже давно не мальчик. Ну вы ее не справитесь. Надь, слушай, а что ты сидишь? Иди, Артем, очень круто предложи. Хорошо, хотя она Надю к сыну направляет. А не себя. Чай будешь? Заварить? Надь, вот у тебя чуйка просто подходить в те моменты, когда я занят. Массаж сделаю. Хочешь? Да, я закончила. Не, не надо, ты меня раздавишь, Надя. Не переборщивай. На меня, пожалуйста. Артему не то, что неприятно, а такое ощущение, что у него отвращение. То Артему может быть эмоциональное выгорание. Это такое состояние, при котором даже помощь и поддержка близких людей. И Петя такой, да, у меня так же. Таня, вот прямо правду говоришь, а? Закончила. Так жалко ее. Смотрите, Надя плачет. Смотрите, а можно покрыть песню? Она знает, где камера стоит, такая-такая. Вот видите, что он со мной делает. Это вообще, да? Так натурало говорят. Ум, симпатичная очень. А как они у нас появились, что она симпатичная? Я, например, видел только сбоку. Ну, типа фигура и все. Со спиной, ну да. Помните, Артем на встрече с Алиной говорил, что у них появился новый фотограф. Наверное, это она. Петь, это жесть. Что он сказал? Она такого разжигала. Так это не девушка, это транс. Нет, ну типа, может быть, он общается с Петром. Типа, ты бы видел, это жесть. Юра-то про комплименты не забывает. Чувак, Юрий, представь, с ним и так все понятно было сразу. Его жизнь, мы не за ним сейчас следим, не про Юру дело, да? Про Артема. Мы сейчас переключатся, короче, мы тут подумали, короче, ваша жизнь вообще не интересная. Очень вкусная. За Юрой следить одно новость. За Юрой цикольный, да. Мы столько сейчас материала на снимем. Клиенты отваливаются один за другим. В смысле? Два месяца назад Серега из Центр на Савелье заказ отменен. Сегодня Ольга из этого магазина позвонила. И эти такие, о, мы же тоже договор с ними заключали. Может, позвоним, откажемся, пусть там совсем у них. Сейчас, алло, Юрию передай трубку? Не, не тебе, Юрия. Да, мы ему скажем, мы тоже отказываемся, понял? Так все, вопрос. Я только не понимаю, что он называется, конечно. Может, рекламу проплатить побольше, а? Ну, типа, рекламу, наверное, организовывают где-то с фоточками. Ну, насколько. Какую не рекламу? Ну, по-моему, вот это с бумажками, реклама уже не актуальная, типа. А Артем ведет за спиной такую подлую игру. Я вообще не понимаю, зачем он это делает. Ну, искал бы себе новых клиентов. Деньги. Я вообще не понимаю, зачем Артем это делает. Деньги, что ли, им нужны? Пш, какая чушь. Если им нужны только деньги, я обеспечиваю всем. Да-да-да, ого, мой мальчик Артем, как же ты мне понравился. Ого, а что это вы такие серьезные? Давайте-то Лена, фотограф, пришла. Получается, что она знает про Ольгу и про то, что Артем предложил ей сотрудничество в обход их агентствах. У меня, между прочим, еще один заказчик есть. Но если ты так занят, я могу его лично представить Я так говорю, совершенно как будто бы не по тексту. Я не учила сценарию. Я говорю, естественно. Получается, она и подбивает Артема переманивать клиентов. А что ты так со мной говоришь? Петр аж вспотел от напряга такой, господи. Такой напряженный момент, с кем же он изменяет его вспотел аж. Блин, Надя достала со своими тортиками, уже везде все заваривала. Как не придешь постоянно? Вечно торт предлагает, нет, чтоб кекс. Мать как с маленьким мальчиком. Сыновчик уходит мне сопи какие-то оттирать. Блин, сколько можно? Я домой не хочу уже поехать, понимаешь? Ну, а если она и такие подробности его жизни обсуждают? Если бы не мать тогда... То, что она уже несколько минут там ему массаж руки делает, они вообще не заметили. Ой, ну они такие подробности, конечно, обсуждают. Непонятно, что же между ними, а? Я бы не женился. Она хи не так да. Я не любил ее, я не люблю. Ну, так если ты не любишь, уходи. Я тебя, может, любить хочу. Как? Как? Что? А как это делается? Показать? Ну, нет. Мы такие, ну, нет. Ну, нет, а такое, я смотрю, как очень хочу. Серьезно, ну, нет. Петя, ну мы не подготовились. Где шампанское? Петя, я только сейчас выхожу, скажите, когда закончится. А, не с мужиком? Ну, все, ладно. Да, неинтересно. Это я уже сто раз видел, ничего нового. Получается, что он с этой Леной? Эх, блин. Моя ставка не сработала. Да уж. Как-то совсем он не выглядел героем любовных до последнего момента. Петя не показывает, потому что Петя вышел. Ты мне такой, ну, что она смотрит? У Татьяны глаза тоже. В смысле, а где контрацепты? Контрацепты? Кто такие? Кто такие вообще? Потому что на телеканале Ю еще идет передача беременна в 16. Да, им, конечно, не в 16, но все-таки они как бы делают задел на то, что не надо. А мне, знаете, кажется, что он как раз с появлением этой Лены и стал уводить клиентов. Вполне возможно. Артем привык с детства подчиняться сильным женщинам. Сейчас Петр такой, ну, снайпер, можешь убирать, мы уже нашли. Стреляй. Надо все рассказывать Наде. Не-не-не, надо ей позвонить и сказать, что расскажем завтра. Мы тебе через неделю расскажем, мы тут такое узнали. Заведите себя, естественно, дома вечером, хорошо? Но мы такое узнали завтра завтра. В следующем году узнаете. Здравствуйте, Надежда. Надежда, что вы все еще надели, что ваш муж вам не изменяет, да? Надейтесь, надейтесь, завтра поговорим. У нас есть новости, которые мы расскажем при встрече. Завтра. Что-то случилось, вы так неожиданно нам позвонили. К сожалению, у нас есть новости, и они очень неприятные. Ваши опасения по поводу Артема подтвердились. У него действительно есть другая женщина. Что? Видеоролик-то есть, может, подзаработаем? Да, давайте покажем. Работает фотографом, а не коллеги. Ту-граф. А у нас есть видео, и если вы готовы его... И они проводили фотосессию в стиле Ню. Просто хочу это лицо на заставку. Внимать тогда? Я бы не жил. Он прям вставал на нее. Они прям, да, пусть она разрыдается, рейтинги будут. Надя достала со своими тортиками. Внимать, как с маленьким мальчиком. Сыночек выходит, меня с опеки подтирает. Вся. Не, ну, про мать такой, конечно, болезет вообще. И она такая мизинец подставила с перстнем. Это же она все сделала. Она же хищница. Она ему жизнь разрушает. Мой сыночек святой. Это все хищница эта, Ленка. Ох уж паразитка. Я думала, она начала гнать на Нагю. Не, не, не. Она сидит такая и думает, блин, шабряду домой и хоть бы торт сделаю. Потому что об меня вытирают ноги. Меня вообще не замечают в этом доме. Так все о новой жизни. Я вообще не могу так жить. Я так не хочу жить. Вот она причина моего лишнего веса. Вы даже не представляете, насколько мне сейчас... Вот она. Это не потому, что я торты пеку их и ем. Нет, вот она причина моего лишнего веса. Вот этот вот паразит. Так ей надо было на другую программу, девочка. Надо возвращать его в семью. Вы видели, что... Я знаю одну гадалку. Она же распутница. Наталья Борисовна, Артем не маленький мальчик. А она к ней на колени. Ну да, я думала, Таня к ней на колени такая. Ты моя девочка. Нам было очень неприятно показывать вам это видео, но факт... Это наша работа. Я вру. Нам приятно каждый раз. Ей надо побыть одной, но потом ей понадобится поддержка. Пожалуйста, будьте рядом. Я поговорю с ней. Знаешь, эта программа типа... Понятия простить. Давай тут музыкальная заставочка. Да-да-да. Тут примерно то же самое. Может быть, проблема у вас? Да, но там какие-то фигурки. Вы раньше были такой, а теперь вы такой. И вы думаете, человек, который похож на вот это, будет ощущать себя достаточно комфортно рядом с ним? Так может быть, проблема у вас? Кто хочет обзорно понять простить, пишите в комментариях. Ребята, давайте, короче, подожмем. Собираем просмотры, лайки и все будет. Честно говоря, переживаю за нее. Да нет, она в порядке. А вот Наталья Борисовна теперь... Да нет, она в порядке. Я дала ей две бутылки мороженых. Подожди, Петь. Наня звонит. Надежда. Татьяна, я... Что скажет? Я хочу им отомстить. Я просто очень хотела вам сказать, что я хочу отомстить Артему. Да. Не говорите свекрови. Я просто не хочу, чтобы она знала. Мы ничего не скажем Наталье Борисовне, переживаю. Наталья Борисовна такая из кожаных сидений. Я все знаю. Наталья Борисовна сейчас сама им звонит, я хочу отомстить своему сыну. Вы знаете что, убейте его, убейте и закопайте его. Такая двойная месть, просто сначала первая, потом вторая. Да. Мой любимый момент, когда жертва и палач приняются местами. Поехали, дороги обсудим. Психолог. Мой любимый момент, обожаю мстить людям. Я отличный психолог. Ненавижу решать проблемы, я лучше сразу с плеча рубить буду. Ну если честно, то с трудом, пила успокоительная. И просто пила. Он даже ничего не заметил. Наталья Борисовна звонит. Крючок, ухо, подойдет. Боже мой, вы что, еще не добавили ее в черный список? Вы же совсем, она теперь вам каждый день будет звонить. Я поменяла лючину на двери, а вы до сих пор не заболели. Да, я сменила сим-карту, я сменила страну жительства вообще. Вы о чем? Скоро меняю пол. Я же все эти дни Надю обрабатываю, чтобы она отрастила Артема, ну, ради семьи, ради Ванечки. Понимаете, да, знаете, вроде бы лед тронулся. Она даже тортом на юбилейках... Она тоже сравнила ее с айсбергом, говорит, лед тронулся. Она странно себя вела, с кем-то переписывалась, шушукалась по телефону. Наталья Борисовна, давайте лучше я позвоню Надежде и попробую с ней поговорить. Позвоните мне потом, пожалуйста. Их заказала девчонка. Ну, типа, формально заказала девчонка, так что они за нее должны быть. Ну, так они за нее и есть. Мать, какого черта ты впрягаешься? Ты не будешь перезаказывать клиентов. А теперь хотя бы глаза на этот мир открылись. Надь, мы очень надеемся, что после сегодняшнего... Просто познавато, у нее уже ребенок. Легчает. Так, смотрите, Юрий прислал смс, что все готово, все собрались. Там же и камеры установлены, если вы готовы, мы можем идти. А они, походу, там видеоролик покажут? Да, скорее всего, мне кажется. И разоблачат, типа, разговор про то, что он подставляет Юрия. Как настроение? Молодец! Дамечательно! Сегодня 10 лет. Юбилей, юбилей нашей компании. Я прям... Все-таки надо изображать счастье. Хе-хе-хе! 10 лет, ура, вау! Смотрите, Юра молодец. Кстати, они Юру в свою команду взяли. Он им позвонил и сказал, что все готово. Они Юрия подговорили. Мстите Артема. Значит, Юрий уже знает, что его Артем подставляет. Ваш выход. Пойдемте, я вас провожу. Ребята, мы подходим. И это будет сюрприз не только для вас всех, но и для Артема тоже. Привет, ребята! Что ж, зону откроет? Ну что, посмотрим? А там скульптура слепок из видео. Я слепила, специально долго смотрела, чтобы точную копию всего изобразить. Да-да-да, все в деталях. А что ты что? Ты стой-стой-стой! А давайте, друзья, сейчас посмотрим. Это у нас... Что? Ну, почти. Лучше бы она слепила, конечно. Фигуры. Я бы не ожидал. Петь, поставь себя на его место. Слушайте, это было феерично. Она такая, нет, там... Я, если я ставлю себя на его место, значит, я люблю женщину. Нет, нет, на его место я себя ставить не хочу. Вот на ее место я бы себя поставил. Какой монтаж? Это не монтаж Лена? Момент, монтаж. Сильнее эффект. Вы же помните эту рекламу? Да. Какой же монтаж? Это что за фигня? Это ты на монтаж? Мы люди, а не фигня-то, что совсем? И Таня такая, я специально до этого момента еще дополнительно выпила. Не пила даже. Ай, я думала, наоборот, типа, я сегодня не пила, я отрезала. Вот сейчас после этого просто выразнулась. Это у меня. Хотя нет, она пила. Это не розыгрыш. Нет, это не розыгрыш. Мы реалити-изменные. Ваша жена Надежда обратилась к нам, кстати, с вашей мамой, потому что они начали подозревать, что у вас есть другая женщина. Они ведут видеонаблюдение о том, как ведут видеонаблюдение. Думаешь, мы не знаем про вашу шашню? С юмкой. А как это будет? Что не так? Это не вред. Она до сих пор держит этот дёрст. Я его не уронила, я столько его пекла. Да не аресты достала уже. Это ты на самом деле не убей, не подойдем сына на дела. Ты что, хочешь налево, да, от меня? Да, замолчи. Да, замолчи. Во, во, простите, а вы куда? Где они все? Пожалуйста, успокойтесь. А вы что тут делаете? Наталья Борисовна. В них вообще-то тут корпоратив. У них тут такой веселый, но этот корпоратив запомнится. И тебя вижу стенок! Сейчас разнесет. Вот она, вот она за нормальные дела. Вот мать делает шоу. Закрой рот и не гадь кай! Играя. помогает стирать который ты только что мужа в лицо не очень кстати я ближайшее время иду подавать на развод уверены уверены что дойдете вы печете торт потом едите и потом вы уже не хотите куда либо идти вы уверены что вы дойдете уверена после водочки что куда-то дойду только мне правда сейчас пойти некуда наверное позвоню у нас в фургоне не 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 я там фургоне по вечерам свои спецгруппы если вам нужно будет с кем-то поговорить вы всегда можете мне позвонить спасибо до свидания поехали тут есть хорошие кондитерская только не эту херню надежда развелась артем идет раздел имущество теперь она печет торты для мероприятий и юрия надя сыном пока живет съемной квартире и разрешает наталья борисовне видеться с внуком ну что ж вот такой вот шоу вот такой вот выпуск не забывайте поддерживать это видео большим пальчиком вверх помните о том что если мы набираем 150 просмотров и 30 лайков то мы будем продолжать смотреть это шоу здание или без мы обязательно продолжим не забудьте про программу понять простить если вы хотите обзоры на нее то тоже пишите об этом в комментариях и не забывайте конечно же подписываться на мой канал и тыкать на колокольчик чтобы не пропускать мои новые видео еще вступайте в мою группу вконтакте подписывайтесь на мой инстаграм и на инстаграм до моей группы с вами был даниил даггард и юлия рожерс всем пока чо